А первым отчетом ролика хотел бы вам поставить очень интересный канал, называется Вонреал. Это канал моего знакомого. Он снимает на проекте Амазин Холеплей на первом сервачке, где играю в принципе я. Канал реально очень интересный, классные видосики. Также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на мой канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня новая серия на проекте Амазин Холеплей. Сегодня, пацаны, будет интересное видео, связанное с дальнобойщиками. Думаю, по названию ролика вы в принципе все поняли. Да, пацаны, сегодня будет видео, как я буду работать один час на своем магнуме. Но магнум у меня, как вы знаете, необычный, стейдж третий. Поэтому будет интересно, сколько же я заработаю за час. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также, пацаны, сегодня, сегодня будет стрим, праздничный, вечером. Поэтому буду я вас всех ждать на стриме. Примерно стрим будет в 16, либо в 19.00 по МСК. Поэтому заходите на стрим, будем вместе там играть, развлекаться, общаться. Короче, будем просто кайфовать. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Амазин Холеплей. Итак, пацаны, сейчас у нас получается полдевятого утра. Самое время записать такое видео, потому что днём, либо вечером, рейса довольно-таки мало для моего скилла. У меня, если что, 100-ый скилл. Давайте я вам даже это, в принципе, покажу. Потому что, я думаю, не все знают то, что у меня как бы 100-ый скилл. Так, вот у меня 100-ый скилл дальнобойщика, если что. Давайте я вам покажу ПТС моего Магнума, чтобы видели, что у меня эти чипсы. И тоже не все знают то, что у меня он есть. Тем более, я его недавно купил только. Вот, получается, стейдж 3 у меня, ссылка 94, всё, короче, отлично. Теперь можно брать и ехать, как бы, катать рейсы, я думаю, самое время. Честно, я не знаю, пацаны, сколько я заработаю за час. Если что, кстати, да, у меня есть транспортная компания, но мне придётся отключить, как бы, режим, чтобы я привозил рейсы именно в компанию. Конечно, это хреново, потому что, блин, надо было на компанию катать. Но давайте я пока от себя сделаю, потому что, если я буду катать на компанию, то мы точно не узнаем, сколько я заработал. Так, надо ещё побоиски на Равбанк положить сразу, чтобы не путаться, как бы, чтобы точно знать, сколько я заработаю. И ремки надо ещё купить, кстати, да. И можно будет начинать наш видеоролик. Итак, пацаны, начинаем работу. Я уже заправился в Магнум. Время у нас 8.36. То есть в 9.36 мы должны будем закончить нашу работу. В принципе, я беру самые такие большие рейсы, где больше всего платят. Поэтому давайте сейчас берём прицепик. К сожалению, у меня Магнум уже поедет не очень быстро, поэтому работа будет не такая интересная. Потому что, если бы нормально задний ход работал, то мы бы намного больше бабок заработали. Я вам это серьёзно говорю, потому что мы бы намного быстрее рейсы брали и уезжали бы. И было бы вообще шикарно. Если что, пацаны, я не буду вам весь процесс прям полностью показывать. Ну, как бы, в этом нету смысла сейчас показывать, как я работаю, потому что это никто не будет смотреть. Я чисто вам буду немножко показывать, в принципе, как я работаю. Так, Южин, давайте сейчас поедем. Так, Лисруба, вот, 98-й есть. Ладно, пацанчик быстрее нас взял, но ничего страшного, подождём. Всё, рейсик я взял, правда, 98-й скилл пропал. Только 92-й есть, поэтому немножко денег мы потеряли. Ну, ладно, ничего страшного, в принципе, бывает, пацаны, с кем не бывает. Бля, чё не цепляется? Давай, родной, цепляйся. Всё, полетели. Короче, всё, я рейс взял, другой ещё один. Это вьюшку, по-моему, да, я взял? Всё, поехали сейчас вьюшку. Ну, пока что у меня 85 тысяч есть. Всё, пацаны, я ещё один рейсик привёз. Так, давайте, давайте, давайте берём рейсик. Так, Южный, Южный, Лисорубы обратно берём. Бля, сотых скиллов, конечно, нету, но вроде бы неплохо иду. Как бы за 10 минут 120 тысяч, это вроде бы неплохо, я думаю. Опа, следующий рейсик заезжает. 160 тысяч у нас уже имеется. Я не буду вам полностью показывать, потому что вам будет интересно потом, сколько я заработал. В порт вот вьюшку есть сотый, пацаны. Вот это уже хорошо. Вот это уже прям по кайфу, я бы сказал. Потому что сотенчики нам нужны, пацаны. Сотенчики нам нужны, поэтому летим в порт. Потому что ехать на базу, как бы, 70-й скилл не особо хочется. Так, Кирилл, когда стрим? Ай, блин, вот, я не буду отвлекаться, я не буду ему отвечать. Потому что я вчера об этом говорил на стриме. Я вчера два раза стримил по родине, и я там говорил, когда будет стрим. Но, видимо, кто-то на стримы не заходит, поэтому вы не знаете, пацаны. Поэтому нужно заходить на стримы, потому что я там всё говорю. Всё, полетели. Так, ещё один рейс я успешно довёз. Так, Литкарина, да, только есть. Ну, придётся ехать Литкарина, что делать? На месте стоять же не будем время тратить своё. Поэтому сейчас едем Литкарина. А у Литкарина есть рейсики нормальные? Давайте посмотрим. Ага, понял, нихера не ма, но надеюсь, что появится, пока мы доедем. Я, наверное, вот этот рейс довезу и больше вам показывать не буду рейсы. Ну, потому что не будет интересно, сколько я заработал, вы сами понимаете. Так, в оценовод я довожу ещё один рейс, и всё, я больше вам показывать не буду, как я работаю дальше. Так, Литкарина. И здесь нихера нету, это просто жесть. Бусаева. Ну, придётся ехать Бусаева, походу, потому что, ну, других вариков нету. Так, пацаны, я уже везу, получается, последний рейс. Я специально убрал интерфейс, чтобы увидели, сколько я уже заработал. Время у нас 36 минут, ну, я, в принципе, успеваю, как бы, поэтому всё нормально. 36 минут, как бы, ну, немножко опоздали на 30 секунд, я думаю, ничего в этом страшного нету, как бы, это нормально. Тем более рейс не сильно большой такой. Ну, честно, я думал то, что будет побольше. Я думал, честно, будет побольше. Да и рейсы сегодня были не очень, если честно. Как бы, обычно рейсы много лучше, чем сейчас. Потому что мне приходилось, допустим, я в Литкарина был, там не было рейсов. И мне приходилось ехать в Бусаева аж. И я тратил, там, 3 минуты просто впустую. Поэтому, если бы были рейсы получше, я заработал бы реально побольше. Ну, а так, что есть, то есть. Сейчас добавлю рейс и вам покажу, сколько я заработал. Ну, как бы, сумма не маленькая, в принципе, нормальная. Но, можно было больше, реально, можно было больше, если бы были рейсы получше. Так, вот, короче, давайте я сюда отъеду. Так, вот, получается, я заработал 650 тысяч, пацаны. 650 тысяч я заработал, пацаны. Это довольно-таки круто. Да, можно было больше, реально. Если были бы рейсы, получше я бы заработал, возможно, 800 тысяч, пацаны, реально. 800 тысяч заработать за час реально. А ночью, если работать, мне кажется, можно лям заработать спокойно просто. Прикиньте, реально. Короче, пацаны, что я могу сказать. 650 тысяч это неплохо, я считаю. Да, стоит 300-ый скилл, но это неплохо. Просто бывают нормальные рейсы, бывают плохие. Бывают спрос, бывает нету спроса. Вот если рейсы, пацаны, с спросом брать на выходных, пацаны, на выходных спрос 40%. И можно заработать реально очень много денег за час. Если чисто рейсы со спросом ловить, там сотого скилла, сорян, сотого скилла ловить типа рейсы, то можно реально очень хорошие бабки заработать. Потому что вы за рейс получаете деньги, еще 40% сверху вам капает. Поэтому, пацаны, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok